Машинный интеллект Звуки нашего голоса переводят в последовательность слов, которые, ну, как если бы мы на клавиатуре набирали Это, наверное, самый яркий и самый современный пример, потому что еще 3-4 года назад технологий не хватало, вычислительных мощностей не хватало Спасибо, Андрей, еще один вопрос Можете позелиться с нами вашим визионерским взглядом, как это будет дальше развиваться и каким образом это может повлиять на индустрию маркетинга и рекламы? Чем это может быть полезно в нашей сфере? Ну, вот я думаю, что все слова про персонализацию, они из вот общих рассуждений становятся совершенно практической реальностью Конечно, сейчас сообщение, любая маркетинговая коммуникация становится гораздо более персонализированными, чем раньше И это происходит не только в каких-то таких традиционных историях, типа мы общаемся с клиентом на нашем сайте, у нас там живые люди в СММе Или история, вот у нас тут есть такой чат-ботик Человек будет ожидать, что, в общем, с ним везде общаются как с конкретным живым, там, Васей, Петей, Таней и Дашей И что помнят какие-то его привычки, помнят или понимают стиль, в котором общение предпочтительно Короче, вот мы начинаем иметь вот ту технологическую базу, которая позволяет бренду общаться с миллионами пользователей Вот примерно так, как мы с вами вот сейчас один на один Андрей, еще один вопрос Вы сегодня уже говорили о том, что люди могут быть напуганы немного технологиями В дальнейшем все-таки технологии приведут нас к какой-либо автоматизации, роботизации Какие-то профессии могут быть полностью вытеснены искусственным интеллектом А какие-то, может быть, наоборот, появятся Можете рассказать немного, к чему готовиться, какие навыки надо приобретать, на какие, может быть, не надо совсем обращать внимание Ну, вот надо, я, наверное, в терминах профессии, вы с профессии начали, а не навыков Значит, в терминах профессии А те профессии, которые, по сути дела, сводятся к исполнению каких-то инструкций Вот, знаете, приходит человек на работу, нет, к счастью, не к нам, но бывает Вот дайте мне инструкцию, по которой я должен дальше действовать Вот таких людей не будут нанимать на работу Ну, потому что на их место проще нанять компьютер Потому что по какому-то там скрипту, ну, вот как там, не знаю, в колл-центре По скрипту и компьютер может пройтись Вот оператор колл-центра, он сидит просто потому, что скрипт раньше не мог услышать, что сказал человек на том конце Провода Теперь этой проблемы нет, теперь вот современные технологии распознавания речи позволяют услышать и перевести в текст А дальше скрипт отработает То есть вот все, что так или иначе похоже на работу оператора колл-центра Если приглядеться в офисе, очень много таких работ Это находится в зоне очень серьезного риска, причем за короткий срок И наоборот, вот люди, которые умеют обучать машины, которые понимают, как с умными машинками работать Их мало, но их будет все больше, потому что эти умные машины начнут нас окружать И вот эти люди, наоборот, как бы защищены Потому что люди, которые воспринимают компьютер не как вот тупого исполнителя, а как коллегу, партнера, соавтора Они, ну вот свои в этом ближайшем будущем, в котором умные машины работают вместе с нами Поэтому вот учитесь работать с умными машинами Учитесь там, не знаю, разговаривать пока там с голосовыми ассистентами Пользоваться какими-то умными сервисами в интернете Привыкайте, потому что это скоро будет очень важный навык на рабочем месте Мы поняли, что машины могут многое заменить, особенно в идентификации людей, в их персонализации А вот как вы думаете, с творческими решениями, с креативами Все-таки можно ли что-то сделать и может ли искусственный интеллект дать какой-то толчок и в эту сторону? Хороший очень вопрос, но там ответ, к сожалению, такой расплывчатый и многогранный Потому что, конечно, какие-то вопросы, которые казались творчеством Ну вот сегодня все поминали, в журналах все поминают ГО Это считается очень такая творческая игра, требующая глубочайшей интуиции, озарений А как бы в ГО компьютеры нас, людей, обыграли Мы знаем, что компьютеры очень неплохо пишут музыку Причем с каждым днем все лучше Казалось бы, тоже творчество В общем, даже со стихами что-то получается И уж маркетинговые сообщения такие вот простенькие Легко Но смотрите, вот тут возникает Почему я говорю, что вопрос классный, а ответ сложный Но если вот это просто оптимизация маркетингового сообщения В рамках вот того, что мы хотим этот месседж донести Поверьте, компьютеры начинают вполне быть лучше копирайтеров Но хороший бренд и вообще любая хорошая компания Она хочет все-таки какие-то ценности оттранслировать А не просто вот у нас там на 3% дешевле То есть понятно, донести разными словами, что на 3% дешевле компьютер уже может А вот ценность вашего продукта, ценность, не знаю, существования самого бренда Это пока сугубо человеческая история Поэтому как только мы переходим Вот я не случайно говорил со сцены сегодня Наймите хороших психологов Потому что мы должны научиться работать в коммуникации с ценностями, с ценностями бренда С тем, как это откликается в головах, в душах людей, у которых тоже есть ценности И вот здесь роль человека пока вот непонятно, как можно даже близко непонятно, как можно заменить компьютером То есть вот опять же рутинная работа, даже если она называется креаторской, заменяема Работа на уровне ценностей Спасибо большое, это достаточно оптимистичные слова И они говорят о том, что мы будем дальше развиваться, но человек всегда будет в центре управления этого процесса Спасибо большое, Андрей Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok